Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 5 класс. English in use. Использование английского. Making suggestions. Как сделать предложение или кому-то что-то предложить. Задание первое. Listen and repeat. Послушайте и повторите. Which sentences can we use to make a suggestion, respond to a suggestion? Какие предложения мы используем, чтобы сделать предложение, кому-то что-то предложить и ответить на предложение? Sure, that's a good idea. Конечно, это хорошая идея. How about going tomorrow? Как насчет завтра? Why don't we go jogging in the park? Почему бы нам не пойти побегать в парке? Sounds great. Звучит прекрасно. Let's go shopping. Давай пойдем за покупками. Sorry, I am busy this afternoon. Извини, я занят сегодня днем. How about going for a cafe? Как насчет того, чтобы пойти в кафе? Close your books. Закройте ваши книги. How many of the phrases above can you remember? Сколько фраз сверху вы смогли запомнить? Задание второе. Read and listen to the dialogues. Прочитайте и послушайте диалоги. What do Matt and David want to do? Что Matt и David хотят делать? Do Jenny and Sally agree? Дженни и Салли соглашаются? Под буквой A. Matt. Hi, Jenny. Привет, Jenny. Are you free this afternoon? Ты свободна сегодня днем? Дженни. Why? А что? Matt. Let's go shopping. Давай пойдем за покупками. I want to buy some new football boots. Я хочу купить новые футбольные ботинки. Дженни. Sorry, I am busy this afternoon. Извини, я занята сегодня днем. How about going tomorrow? Как насчет, чтобы пойти завтра? Matt. Sure, that's a good idea. Конечно, это хорошая идея. Дженни. Окей. See you at five o'clock then. Хорошо. Тогда встретимся в пять часов. David. Hello, Sally. Привет, Салли. What are you doing? Что ты делаешь? Салли. Nothing really. На самом деле ничего. David. Why don't we go jogging in the park? А почему бы нам не пойти побегать в парке? Салли. No, thanks. Нет, спасибо. I am very tired. Я очень устала. How about going for a cafe? Как насчет того, чтобы пойти в кафе? David sounds great. Звучит прекрасно. Итак. What do Matt and David want to do? Что Matt и David хотят сделать? Что хочет Matt? Matt wants to go shopping. Want – это хотеть. Matt хочет пойти за покупками. Дженни wants to go shopping, but the next day. Дженни хочет пойти за покупками, но на следующий день. Видите, здесь спрашивают. Do Дженни и Салли соглашаются? Agree – соглашаться. Теперь о Дэвиде. David wants to go jogging. Дэвид хочет пойти побегать в парке. Sally doesn't. Сэлли не хочет. She wants to go for a coffee. Она хочет пойти выпить кофе. Read the dialects aloud. Прочти диалоги вслух. Третье задание. Portfolio. Invite your friend to the cinema, zoo, park и так далее. Вот это и так далее. Пригласи. Invite – это приглашать. Пригласи своего друга в кино, в зоопарк, в парк и так далее. Use the sentences in exercise 1a. Используй предложение из упражнения 1a. Record yourselves. Запишите сами себя. Ну, как мы могли бы предложить нашим друзьям что-то сделать. Например. Hi, Лена. Привет, Лена. What are you doing? Что ты делаешь? Let's go to the cinema. Давай пойдём в кино. Или hi, Саша. Привет, Саша. Are you busy? Ты занят? How about going to the park? Как насчёт того, чтобы пойти в парк? Pronunciation. Произношение. Reading rules. Правила чтения. Если после буквы О поставить букву R, то получится долгий звук О. Вот это вот перевёрнутое S. Это на самом деле так О читается. Short, короткий. А когда после звука ставятся две точки, это значит, что звук длинный. Вот ещё такие же слова. Morning, утро. Spot. Think of two more words with the same sounds. Придумайте два ещё слова с такими же звуками. Тортус, черепаха. Сорт, сорт. Если после буквы A поставить R, то получится долгий звук R. Парк, парк. Гарден, сад. Марк, имя. Парламент, парламент. Вот ещё два слова. Car, машина. Arm, рука. Extensive reading. Дополнительное чтение. Across the curriculum, science. Наука. Задание первое. How do you know what time it is? Как вы определяете время? Example. Look at a watch. Смотрим на наручные часы. A mobile phone. На мобильный телефон. И так далее. What other ways can we use to tell the time? Какие ещё способы мы используем, чтобы узнать время? Read text A to find out. Прочитайте текст A, чтобы это выяснить. Sun dials. Солнечные часы. Go outside on a sunny day and look at your shadow. Выйди на улицу в солнечный день и посмотри на свою тень. Early in the morning and late in the afternoon it is long. Рано утром и поздно днём она, в смысле тень, длинная. Во время ланча она очень короткая. Это происходит потому, что земля двигается вокруг солнца. И солнце находится в разных местах. На небе в разное время дня. Солнечные часы используют тень, чтобы определить время. Они являются самым старым способом определения времени. Ну, тут сноска. Тут вам рассказывают, что такое тень. Ну, надо думать, вы этого не знаете. Dark shape of an object between a light and a surface. То есть тёмная фигура объекта между светом и поверхностью. Хорошо объяснили. a.m. from midnight to midday с полуночи до полудня. Midnight это полночь, midday это полдень. То есть a.m. это утро, короче, по-русски если. p.m. from midday to midnight. p.m. от полудня до полуночи. Вечер. Вторая половина дня. a.m. это первая половина дня. p.m. вторая половина дня. Задание второе. Read again and underline the correct word. Прочитайте снова и подчеркните правильное слово. Ну, это мы уже сделали. Я даже вам их тут написала. Listen and check. Послушайте и проверьте. Project. Make your own sundial. Сделай свои собственные солнечные часы. With the sun shining. С солнечным светом. It's the perfect time to make a sundial. Это самое лучшее время, чтобы сделать солнечные часы. How to make it? Как их сделать? With a pen make a hole in the side of the cup about five centimeters from the top. Ручкой сделайте отверстие в стенке кружки. Ну, кружку надо, понятно, брать одноразовую бумажную. Примерно пять сантиметров от верха. Второе. Put small stones in the cup and put the lid on. Положите маленькие камушки в кружку и закройте кружку крышкой. Лид – это крышка. Третье. Make a hole in the lid. Сделайте отверстие в крышке. Put a straw through the hole in the lid and the hole in the side of the cup. Вставьте палочку через отверстие в крышке и отверстие в стенке кружки. Your sundial is ready. Ваши солнечные часы готовы. Pen – ручка. Plastic lid – пластиковая крышка. Straw – палочка. Plastic cup – пластиковая кружка. Stones – камушки. Еще вам понадобится... Compass – компас. Вот это компас, не часы. How to use it? Как это используется? On a sunny day, put your sundial on the ground in a place with no trees or buildings nearby. В солнечный день поставьте ваши солнечные часы на землю вместе без деревьев или зданий поблизости. Find north with your compass and point the straw to the north. Определите, где находится север с помощью вашего компаса. Компас – это прибор, который определяет стороны света. Запад, восток, север или юг. И направьте палочку на север. Третье. Посмотрите, где находится тень от палочки на крышке. Make a mark with the pen. Сделайте отметку ручкой. Do the same at 11 am and then every hour until 3 pm. Сделайте то же самое в 11 часов утра и затем каждый час до 3 часов дня. The next day look at the shadow and tell the time. А на следующий день посмотрите на тень и скажите время. Is your sundial correct? Ваши солнечные часы правильные? Progress check 6. Проверочная работа 6. Первое задание. Fill in, watch, get, go, have or work. Вставьте, смотреть, watch, get, вставать, go, идти, have, иметь или работать. Get up, вставать с кровати. Watch a DVD, смотреть DVD. Have a cup of tea, пить чашку чая. Go to bed, ложиться спать. Work on my computer, работать на моем компьютере. Go jogging, пойти побегать. Задание второе. What time is it? Сколько времени? Первое. На первых часах половина второго. Половина второго – это половина после часа. It's half past one. Half – половина past. После one – час. То есть после часа прошла половина. It's half past one. Вторые часы. Ровно три часа. Когда ровно часы на какое-то время, то это o'clock. It's three o'clock. Дальше. Следующие часы. Третье. Семь часов пятнадцать минут. Четверть восьмого по-русски. It's a quarter past seven. То есть после семи прошла четверть. Четверть – это пятнадцать минут. Четвертые часы. Без пятнадцати или без четверти – двенадцать. It's a quarter to twelve. И пятые часы – девять часов пятнадцать минут. То есть после девяти прошла четверть. It's a quarter past nine. Третье задание. Write the jobs. Напиши работу. Hospital – больница. В больнице работает доктор. Доктор. Бейкери – булочная или пекарня. Бейкер – булочник или пекарь. Гараж. Гараж. В гараже работает механик. Школа. В школе работает teacher – учитель. Кафе. Кафе. В кафе работает waiter – официант. Четвертое задание. Put the words in the correct order to make full sentences. Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получились полные предложения. Первое. We usually go shopping at the weekend. Мы обычно ходим за покупками по выходным. Второе предложение. He sometimes goes to bed late. Он иногда ложится спать поздно. Третье. Samantha never watches TV in the morning. Саманта – имя женское. Никогда не смотрит телевизор утром. Четвертое. I usually eat dinner at half past seven. Я обычно ем обед в половину после семи. В полвосьмого. То есть я обычно обедаю в половине восьмого. И последнее. Пятое. Tom often meets his dad after school. Том часто встречает своего папу после школы. Пятое задание. Complete the sentences with the present continuous. Заполните предложение глаголами в present continuous tense. Как вы помните, возможно, present continuous tense – это am, is или are, которым прибавляется второй глагол с окончанием ing. Мой папа красит дом сегодня. Папа один, поэтому используем is. И к слову paint добавим окончание ing. Получится my dad is painting the house today. Второе предложение – вопросительное с вопросительным словом. А раз оно вопросительное с вопросительным словом, значит, надо поставить после вопросительного слова am, is или are. Тут у нас вы – это много, вы – это всегда множественное число, значит, будет are you doing, Sam? Что ты делаешь, Sam? What are you doing, Sam? И Sam вам ответит. Я пишу имейл моему другу. Когда я, мы всегда говорим am. I am writing an email to my friend. Третье предложение. Дети не смотрят телевизор сейчас. Дети много, значит, будем писать are и добавим not. The children are not watching TV now. Они делают их домашнюю работу. Они много, значит, пишем are. They are, и к слову do добавляем окончание ing. They are doing their homework. Четвертое. Джон чинит его машину. Предложение вопросительное. В вопросительном предложении is, am или are ставится вперед. Джон один, так что будем использовать is. Is Джон repairing his car. Джон чинит его машину. Yes, he is. Да. Шестое задание. Use the prompts to fill in the gaps. Используйте подсказки, чтобы заполнить пропуски. Sorry, I've got a lot of homework. Извините, у меня много домашней работы. It's quarter past five. Четверть после пяти. Четверть шестого. Have you got the time, please? Сколько времени, пожалуйста? Let's go to the cinema. Давайте пойдем в кино. То есть вот это вот ответы. А вот вопросы или предложения. Первое. Excuse me. What's the time, please? Извините меня, сколько времени? Пожалуйста. И вот будет какой ответ. It's quarter past five. Четверть шестого. Второе. Why don't we go shopping this afternoon? Почему бы нам не пойти на шоппинг сегодня днем? И ответ будет вот этот вот. Sorry, I've got a lot of homework. Извини, у меня много домашней работы. Третье. Тут ответ есть. Sounds great. Звучит прекрасно. И вот оно, предложение. Let's go to the cinema. Давайте пойдем в кино. Четвертое. It's seven o'clock. Семь часов. Have you got the time, please? Сколько времени, пожалуйста? It's seven o'clock. Семь часов. Now I can. Сейчас я могу. Talk, write about daily routines. Говорить и писать о ежедневных действиях. Tell the time. Определять время. Talk, write about jobs. Говорить, писать о работе. Write an email about weekend activities. Написать email о событиях на выходных. Write a text about a famous landmark. Написать текст о знаменитом месте. Make and respond to suggestions. Сделать или ответить на предложение in English. На английском. Smile. Анекдот. What comes before eight, Lucy? Что идет перед восемью, Lucy? Учительница имела в виду, какая цифра будет перед цифрой восемь. Но слово цифра учительница забыла сказать. То есть, что идет перед восемью, Lucy? My school bus. Мой школьный автобус. 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 Продолжение следует...